Начнем мы с вами с простой задачи, это создание файлового сервера на Linux. Для этого будем использовать мы с вами пакет Samba. Нужно сказать, что у нас есть много вариантов настройки файлового сервера. Я постараюсь рассмотреть такие максимально распространенные задачи. Разобью видео по частям. Эта первая часть будет посвящена созданию и вообще разбиению дискового пространства для файлового сервера. Слайдов у нас никаких не будет, потому что это практическая часть. Я вам просто быстренько скажу, потому что наша задача создать с вами, ну чаще всего, наверное, массив зеркала. Предполагается то, что вы уже более-менее знакомы с администрированием. У нас сейчас с вами не будет такой лекции по аппаратной части, что такое рейд массива, что такое зеркало. Это такая самая примитивная настройка, в общем-то, когда у нас есть два жестких диска. Информация пишется на эти два жестких диска параллельно. То есть любой файл, ну любой бит какой-то за одну единицу времени записывается и на один диск, и на другой. То есть у нас на втором диске хранится полностью информация с первого диска. И это все происходит в режиме онлайн. Понятное дело то, что программные рейды у нас используются очень редко. Лучше, конечно, использовать аппаратные настоящие рейды. Но, тем не менее, если мы с вами собираемся создать, скажем, файловый сервер под резервные копии, или, может быть, у нас совсем маленькая организация, нам нужно создать какое-то файловое хранилище, и под файловый сервер у нас с вами выделен обычный компьютер. Возможно, на этом компьютере даже есть какой-то встроенный рейд в материнскую плату, но, как правило, такие рейды ненадежные, у них нет никаких систем оповещения, работают они глючно, и нам приходится создавать для хранения данных на диске именно программный рейд. Сейчас мы с вами разберемся, как создать программный рейд и подключить его. Это часть первая, файловый сервер Samba. И еще один момент. Я немножечко забегаю вперед в этих видео, поэтому частично мы с вами уже что-то проходили, что-то не проходили. Я не буду задерживаться на каждой команде, подробно рассказывая, что это такое. Просто я вам скажу то, что для просмотра этого курса, если вы предыдущие никакие видео у меня не смотрели, посмотрите урок 102.1 и 104.1. Он вас немножко подготовит к этому курсу. Я использую у нас для такой лабораторной среды VirtualBox, бесплатное программное обеспечение, я вам о нем уже говорил. Я вам впервые показываю консоль, просто чтобы вы увидели то, что для моего сервера Ubuntu Server я установил серверную операционную систему Ubuntu, потому что теперь у нас все-таки практически администрирование на десктоповые версии Linux неинтересно. Мы будем с них только проверять работу серверов. И вот в этом Ubuntu Server у меня есть три жестких диска. Вот SATA Port 0, 1 и 2. SATA Port 0, тут у меня подключен жесткий диск, на который установлена операционная система, есть загрузочные разделы и так далее, то есть просто голую установку Ubuntu. И два пустых жестких диска я виртуальных подключил, по 10 гигов каждый. То есть, если вы возьмете и в свой Linux Server вставите два пустых новых жестких диска, у вас будет точно такая же ситуация, как и у меня. Запускаю виртуальный сервер. Вот он мой Ubuntu Server. Логинись я в него. Залогинился. Вот такое красивое приветствие Ubuntu Server. У меня уже есть апдейты. Ну ладно, сначала запишем урок, потом разберемся с апдейтами. Значит, для начала нам нужно разобраться, какие у нас есть жесткие диски. Посмотрим. Команда fdisk-l. Вы ее уже знаете. Введем пароль для пользователя. И видим то, что у меня есть. Тут я уже вам не могу мышкой выделять, потому что это консоль. Просто следите за экраном. Вы видите, наверху у меня есть устройство devsda, и на нем созданы три раздела. Это мои разделы, установленные на операционную систему. Ниже у нас есть диск devsdb и диск devsdc. Оба диска, вы видите, на них отсутствует верная таблица раздела. Это пустые диски по 10 гигов. Из них сейчас будем создавать RAID массив зеркала, чтобы файлы у нас хранились надежно. RAID создаем, опять же, программный. Для этого нам нужно с вами сначала подготовить диски и создать на них разделы, чтобы было что загонять в RAID. Мы это тоже с вами уже делали. Давайте по очереди. fdisc devsdb. Да, конечно, я сейчас буду первое время спотыкаться, что мне нужны все время права субропользователя. Можно сразу зайти через sudo-s и работать от админа. Наверное, сейчас так и сделаем, просто это не рекомендуется делать, но мы все-таки в лабораторной среде, и нам будет быстрее так уроки записывать. Итак, вот у нас пустой новый диск. Мы это все уже сделали, поэтому я просто буду сейчас создавать новые разделы. Быстренько. Так, сначала создаем на нем новый раздел. Раздел будет основной, единственный раздел на этом диске. Да, по умолчанию единичка пусть остается. Первый сектор, да, по умолчанию последний самый сектор. Прекрасно. И теперь нам нужно выбрать тип файловой системы, который у нас здесь будет. Для выбора типа раздела нажимаем T. И посмотрим, какие у нас есть коды. Мы это с вами уже делали. Я с вами установил русскоязычную версию Ubuntu, поэтому мы с вами видим то, что FD код у нас, это автоопределение. То есть, если вы так сейчас пробежите по всем этим кодам, вы нигде здесь не увидите Linux RAID. Хотя, может быть, увидите, но я не вижу. Так вот, обычно у нас код FD. FD это Linux RAID Auto Detect. То есть, он сам определит то, что здесь стоит RAID. У нас здесь просто стоит автоопределение. Но, в общем-то, не страшно. Отлично. Указываю запись изменений. Прекрасно. Снова делаю FDisk.dev.sdb. Хочу посмотреть, что у нас там получилось. Вот, теперь мы с вами видим целиком строчку, то, что FD это не просто автоопределение, а автоопределение Linux RAID. Мы взяли с вами и сделали один диск уже RAID. То же самое давайте сделаем с вторым диском. FDsdc у нас, по-моему, он был, да? Давайте я уже зайду сюда. FDisk. FDsdc. Новый раздел. Первичный. По умолчанию, по умолчанию, по умолчанию. Файловую систему выбираем. Сразу FD. Печатаем, что у нас там получается. Да, мы со всем согласны. Записываем изменения. И вызываем снова FDisk-L. И видим то, что теперь у нас есть уже помимо разделов на диски SD, еще и разделы на дисках SDB и SDC. Это разделы, соответственно, SDB1 и SDC1. То есть мы сейчас с вами создали разделы на пустых жестких дисках и пометили то, что эти разделы будут использоваться для RAID. Никакой файловой системы у нас пока еще нигде нет. Почистим экран. И для создания программного RAID будем использовать команду MDADM. Так, сейчас до установки. Вы знаете, мы пользуемся apt-get. Так, что-то я табуляции не дополняю файлы. Имена и поэтому у нас все долго записывается. MDADM. Продолжить. Конечно, Y. Есть много различных программных продуктов, которые позволяют нам создавать программный RAID. Но MDADM, наверное, самый распространенный. Кроме того, у меня есть такой достаточно хороший опыт его использования. Я люблю MDADM. Он не так уж сильный и глючный. Мы будем использовать его. Так, тип настройки почтового сервера. Он хочет отправлять нам сообщения. Но мы давайте ему скажем, что нам не нужно отправлять сообщения. Без. Я сейчас расскажу, зачем это нужно. Ну, как дело дойдет, там расскажу. И еще MDADM рекомендуется прямо в руководстве, в мануалах по Ubuntu. Я вам этот мануал, наверное, вложу в описание к этому видео на YouTube. Потому что у нас YouTube не дает мне вкладывать ссылки на другие сайты и видео. Это только с редиректорами возиться. А это геморрой. Так вот, установили мы программу MDADM. Можем по ней, конечно, посмотреть мануал. MDADM. Прям тяжело мне почему-то дается это все. Программа, которая позволяет нам увидеть наверху создавать software RAID. И тут к ней описание, ключи ее. Но, в общем-то, мы сейчас с вами не изучаем эту команду, а просто будем делать то, что я вам говорю. Значит, команда, которая создает у нас RAID. MDADM. С ключом Create. Ключи здесь двумя слышами имеется в виду. С ключом Verbose. То есть показывай нам, что ты будешь делать. Создай и покажи. Создай и покажи устройство MD0. Ну, это просто будет первый у нас диск. Ну, в смысле, первый RAID. Поэтому у него MD0 номер. Уровень RAID. Опять же, RAID есть разных уровней. Эта программа позволяет нам создавать RAID различных уровней. Stripe, зеркало, чередующиеся тома и так далее. Я, опять же, в Ubuntu вложу к ней, наверное, еще описание стороннее есть, очень хорошее. И там есть нюансы по тому, как создавать массивы из пяти дисков, из четырех, сложные всякие, десятые, RAID, шестые. Там есть очень важные нюансы. Мы сейчас с вами разбираем примитивную задачу создания обычного зеркала под примитивный файловый сервер. Но если вы хотите создать действительно интересный, серьезный файловый сервер, вам лучше, наверное, создать RAID с какими-нибудь чередующимися томами и так далее. Итак, создать RAID массив первого уровня. Указываем, сколько у нас будет устройств. RAID devices равен 2. 2 у нас диска. И какие именно у нас будут использоваться тома. sdb1. Так, sdb1. Это что же такое? sdb1. Мы указываем именно тома, потому что это программный RAID, и он у нас может, например, между собой создать зеркало из вообще различных томов на различных дисках. Можешь создать ему все равно зеркало из двух томов на одном диске. Это будет бессмысленно. Он может это сделать. То есть он работает у нас не с железом, не с конкретно жестким диском, а именно с разделами. Так, это я коротнул, переписывая команду из мануала, и у меня откуда-то появился этот слэш. Все прекрасно. Пишет о том, что у меня здесь, в общем-то, если я буду создавать еще и загрузочные тома, нужно еще повозиться. Но у меня есть уже загрузочный раздел на основном моем жестком диске, поэтому я ничего этого создавать не буду. И пусть спокойненько создает мне мой массив. Так вот, он пишет сейчас то, что у нас процесс пошел. И, в принципе, сейчас мы можем посмотреть, насколько этот процесс у нас выполняется. Для этого мы должны посмотреть с вами файлик MDStat. MDStat. Как-то с утра тяжело идет. Вы видите, он у меня синхронизируется. Уже 3,6% сделал. У меня маленький диск, и поэтому он очень быстро это сделает. Но если у вас какой-нибудь массив на 3 терабайт, это будет происходить сутки. И для этого, чтобы каждый раз так вот не нажимать команду, можно написать Watch. И Watch просто будет выполнять все, что идет после него, по умолчанию, каждые 2 секунды. То есть сейчас, видите, я запустил Watch, который запускает CAD, который вводит содержимое файла proc.mdstat. То есть это просто обычный файл MDStat, статистика, массива. И я через команду Watch вижу, когда у меня все создастся. Вот все создалось. Ctrl-C. На всякий случай покажу еще раз команду, кто не обратил внимание. Вот так пишется WatchCat Proc MDStat. Теперь еще один важный момент. У нас RAID после перезагрузки системы, по идее, не знает, из чего собирать жесткие диски. Хотя я об этом долгое время не знал. И спокойненько вот на этом этапе уже останавливался. И считал, что у меня готовый собранный RAID. Вообще нам нужно с вами поглядеть в файлик. ftc.mdadm.mdadm.conf Вот такой файл. Видите, в нем практически все строчки закомментированы, кроме кое-каких параметров, о которых мы сейчас не говорим, как у нас в LPK. В плейлисте LPK доберемся мы до MDM, а там и обсудим. Так вот, сюда нам нужно дописать информацию. Информацию мы можем взять из команды. Детальная информация. Пора сканируй. И покажи. Да, конечно, SuperUser. Жалко мне ваше время. Надо, наверное, сейчас будет сюда минус S все-таки сделать. И вот мы видим у нас то, что собирается RAID массив из двух устройств и так далее. Видно. И видно даже ID-шники, которые у нас будут использоваться. Мы сейчас с вами особенно не заморачиваемся. И поэтому пишем просто команду, прям как на Ubuntu написано, которая сама допишет все, что ей нужно. File.mdadm.conf Итак, для начала мы с вами создадим команды echo. Напишем. Device. Partitions. И эту команду мы с вами отправим в файл ETC.mdadm.conf. Все, сейчас я вам, честное слово, пишу. Во-первых, я пишу судо минус S. Все, и мы работаем от RUT и больше я вам время на это не трачу. Хотел сделать красиво и дописать информацию в RAID. Ну ладно, будем использовать одну стрелочку и перезапишем вообще файл конфигурационный. Эхо забыл. Тяжело вам сегодня будет со мной. И судо нам уже не нужно, я уже от суперпользователя. Дописали. Ну, в смысле перезаписали файл, можем его посмотреть. CUT. ETC.mdadm. Я, с вашего позволения, не буду вырезать вот эти моменты, которые я перезаписываю, чтобы вы видели то, что процесс идет со спотыканиями. Но ничего страшного. Итак, перезаписал я целиком конфигурационный файл mdadm.conf. Пока там появилась только строчка device partitions. И теперь есть еще одна интересная команда. Ну, во-первых, я вам говорил, что нам нужно взять информацию командой detail scan verbals. И вот эту информацию нам нужно дописать в файл. Тут мы будем использовать, опять же, по мануалу убунтовскому команду AVK. Но это даже не команда, это целая утилита. Сложная, интересная, практически отдельный язык программирования. Она очень интересно работает с массивами данных. Сейчас с ней не разбираемся. Просто пишем то, что написано на Ubuntu. Так. Массив. И сейчас посмотрим, как он это выведет. Ray, пробел, фигурная скобка. Потому что по AVK там такой достаточно большой и длинный урок надо делать. Сейчас просто доверьтесь мне. И, значит, вот эту вот команду мы выполняем mdm.dm. Передаем ее по пайплайну AVK, который ее форматирует. Нужный нам вид. И дописываем теперь в этот же файл. ETC. mdm.com. Проверяем его. И видим то, что информация у меня дописалась вот в таком виде. То есть просто у меня написалась в следующую строчку. Массив. Какой массив. И то, что у нас вывела команда mdm. К слову сказать, если мы сюда допишем mail.adr, я сейчас просто пишу в командную строку, но если вы напишите в конфигурационный файл вот этот mdadm.com внизу, вот так вот ключ, mail, адрес и потом вашу почту, какой-нибудь там, какая у меня там IT препод и так далее. Еще раз скажу, понятно, что нет никакого смысла писать это в командной строке, вам нужно дописать в конфигурационный файл. То есть если у вас настроен какой-нибудь примитивный почтовик типа sendmail, он будет вам отправлять уведомления о состоянии рейда, если вдруг что-то пойдет не так. Очень важная функция, но нам сейчас уже затянулся процесс, мы сейчас с sendmail разбираться пока еще не будем. И давайте проверим, что у нас получилось. F-disk-l. Видим то, что у меня теперь появилось отдельное устройство на 10 гигов в самом низу, dev-md0. На нем отсутствует верная таблица, потому что мы из двух разделов жестких дисков сейчас создали совершенно отдельный новый раздел, отдельное как бы новое такое программное устройство. На этом программном устройстве нам тоже нужно, соответственно, создать файловую систему. Давайте снова F-disk откроем это устройство. Делаем 0. Создадим на нем новый раздел, основной, по умолчанию все. И файловую систему укажем. Вот так, я забыл, какая у нас там у Linux файловая система, код по умолчанию. Вру не забыл, 83, конечно же, у Linux по умолчанию. Печатаю. Да, меня все устраивает. У меня, вы видите, появилось отдельно md01p1, партии C1 на устройстве md0. Записываю изменения. Прекрасно. F-disk-l. Вижу то, что у меня появился на устройстве md01 раздел md0p1, который у нас отформатирован. Ну, еще не отформатирован, а пометен как Linux. И теперь мы его форматируем. Сделать файловую систему. ext4 простую создадим. md0, партия C1. Прекрасно. Еще раз на всякий случай продеверим F-disk-l. И видим, в принципе, то, что у нас готовый раздел. Я решил вас не грузить таким долгим видео от начала до конца. У нас еще большое количество работы впереди. Сделаю краткую отбивочку. И в следующем видео продолжу. Значит, мы сейчас с вами подключили два пустых жестких диска к нашему Ubuntu серверу, к нашему Linux. На этих пустых жестких дисках мы создали разделы. Эти разделы пометили как разделы для рейда. Затем установили программное обеспечение md.adm, которое создает рейд-массивы. При помощи этого программного обеспечения создали рейд-массив уровня 1, то есть зеркало, из двух этих разделов. И получили новое виртуальное программное устройство. Затем мы еще в конфигурационном файле md.adm указали то, что после перезагрузки системы нужно собирать рейд из вот таких-то дисков, вот такой-то рейд. Просто об обычной команде. Затем мы взяли это новое виртуальное устройство, программный наш рейд. На нем, опять же, через F-диск создали новый раздел. И этот уже новый раздел пометили файловую систему Linux-овую родную. После чего команды MakeFileSystem отформатировали этот раздел в формат Extended версии 4, чтобы в дальнейшем мы могли на нем располагать файлы. Оставайтесь с нами, будем двигаться дальше в следующем видео.